Обвес Средний чек при покупке продуктов в Москве составляет 719 рублей. Но многие жители мегаполиса даже не догадываются, что 10% от этой суммы, это примерно 70 рублей, платят за воздух. На этикетках мы видим массу нет, то есть чистый вес товара без упаковки. Но можно ли верить этим цифрам? Или вот яркие желтые ценники, где указаны привлекательные скидки на товар. На самом деле цена может быть совсем другой. Так сколько же денег мы выбрасываем на ветер? И каким уловком прибегают производители, чтобы подороже нам продать то, что залежалось на полке? Продуктовый налог. Сколько денег мы каждый день дарим владельцам супермаркетов? Саш, представляешь себе, нам мне доложили 153 рубля 73 копейки. Не виноватая я. Он сам такой пришел. Кто на самом деле стоит за обвесом покупателей? Вы как-то проверяете соответствие заявленного веса и реального, когда принимаете товар? Принимается на сковорах. Аттракцион невиданной жадности. Можно ли в магазине купить хоть что-то по скидкам во время промо-акции? 159,90. А вы знаете, на ценнике указано 139,90. Безотходный бизнес. Мы узнали, в каких торговых сетях Москвы продажа просрочки поставлена на поток. Бывший сотрудник супермаркета рассказал нам, как его заставляли реализовывать тухлое мясо. Под страхом увольнения давайте либо уходите, либо продолжайте торговать просрок. Бактериальные полочки. Как коммерсанты выставляют товар на прилавках? Могут быть всевозможные болезни, всевозможные заражения, всевозможные микробы. Это очень страшно, очень опасно. Нужно быть предельно внимательно и осторожным. Торговые сети идут на всевозможные уловки, чтобы вытянуть из покупателей как можно больше денег. И помимо безобидных приемов, например, удачной раскладки товара на полках, коммерсанты практикуют и незаконные методы, которые иначе как мошенничеством не назовешь. Как не попасться на удочку нечестных продавцов? И можно ли не приплатить в столичных магазинах хотя бы за один товар? Сема, сейчас мы будем играть. Я тебе дам понюхать, а ты узнаешь, это была петрушка или укроп. Давай. А потом я, ладно, пап? Отец трех мальчиков Константин Гусов в продуктовый магазин ходит каждый день. Аппетит у ребят хороший, поэтому на еду уходит половина семейного бюджета. Как любящий папа, Константин балует сыновей фруктами и ягодами. Ребята, малину любим? Да! А голубику? Да! Цены, конечно, бешеные, особенно для многодетной семьи. Всего 125 граммов марокканской малины стоят 230 рублей. Давайте все возьмем, хоть она и дорогая, но сейчас лето, надо есть витамины. Константин берет шесть упаковок ежевики, малины и голубики. Выходит приличная сумма – 1250 рублей. Но перед тем, как оплачивать покупки, мужчина взвешивает ягоды на принесенных из дома электронных весах. И просто не верит своим глазам. 100 граммов. А должно быть? 125. 125 граммов. А вот малина. 99 граммов из 125. Изобразие. По почетам Константина, в шести упаковках не хватает почти 100 граммов ягод. То есть многодетный отец должен отдать кассиру магазина, просто так, за воздух, больше 150 рублей. Из шести коробок я переплатил бы за одну несуществующую. Я считаю, что это безобразие. Вот так вот обманывать потребителей и в мелочах выгадывать там копейку, там рубль. И из этого, конечно, складываются большие барыши. Кто же несет ответственность за этот обман? Обман ли это вообще? И можно ли вернуть деньги за граммы, которых на самом деле нет? Разберемся. Ягод, которые хотел купить многодетный отец Константин Гусов, не доложили неприлично много. Может, с его весами что-то не так? Вместе с блогерами-активистами Станиславом Волковым и Павлом Сафроновым, которые борются с нарушениями в сфере торговли, мы отправились в тот самый магазин на северо-востоке Москвы, где Константин обвесили почти на 160 рублей. С собой у нас электронные весы с высоким классом точности – до 1 грамма. Вот упаковка клубники за 170 рублей. Заявленный на этикетке чистый вес продукта – 250 граммов. А на самом деле… 23 грамма недовес. Сколько, получается, производитель у нас заработал? 16 рублей заработал производитель. Это с каждого одного покупателя. А неизвестно, сколько их вообще было тут в день и вообще в неделю и в месяц. Кроме того, ягода явно не первой свежести. О, вы только посмотрите на этот ужас. То есть это плесень самая настоящая. На очереди – малина. Тут не хватает целых 17 граммов. Сколько мы перехватили ни за что? 31 рубль, получается, из цены в 229 рублей за 125 грамм. Мандарины, которые вроде как весят 1 кг 160 граммов, тоже на самом деле легче. И за эти несуществующие 30 граммов опять же платим мы. Почти 5 рублей получил магазин незаконного обогащения с каждой пачки этих мандаринов. Приявляем претензии представителям магазина. Сотрудники сервиса информации на своих весах проверяют товар и говорят – да, нас действительно обманули. Почему я должна платить за то, чего нет? Я перед вами могу только извиниться. И все, да? От лица компании, от нашей, приносим свои извинения. Говорят, что во всем виноваты поставщики. А сотрудники магазина вроде как и ни при чем. Вы как-то проверяете соответствие заявленного веса и реального, когда принимаете товар? Принимается на складах. На складах? То есть они проверяют это? Должны как же проверять. То есть они могут принять товар, если они обнаружили недовес? Я думаю, что нет. А почему тогда это продается? Сейчас подойдет менеджер. Через 10 минут к нам подходит управляющая торговым залом Светлана Сорокина. Я показываю ей испорченную клубнику, которая место не на прилавке, а в мусорном ведре. Здесь согласна, да, некачественный товар. А вот проверять заявленный на упаковке вес товара сотрудникам магазина некогда. Выходит, изготовители или те же торговые сети могут указывать на этикетке любую массу, какую им вздумается. И проверять это некому. Все равно в убытке будут не магазины, а потребители. Но если обман вскроется, то за обвес покупателей ответственность несут и производители, и торговые точки. Правда, штрафы для крупных компаний несущественные – от 20 до 30 тысяч рублей. Маркетологи придумывают всевозможные уловки, чтобы потребители приплачивали буквально за воздух, сами того не замечая. Один из самых популярных приемов – ложные ценники. На полке в магазине указана одна цена, как правило, со скидкой. А на кассе она вдруг вырастает. В интернете масса примеров. Памперсы 1,18 килограмм для детей массой стоят 679 рублей. Видим те же самые памперсы, пробитые за 929 рублей. О, 9 рублей. Там цена 79 рублей стоит. Если вы его не убрали, значит, получается, вы нарушили правила продажи. Вместе с блогером Станиславом Волковым мы приходим в магазин на юге Москвы, покупатели которого жалуются, что здесь много липовых акций. Вот традиционные желтые этикетки, где указан размер скидки. Цифры впечатляют. 25, 31 и даже 50 процентов. Эти профитроли, например, стоят 254 рубля, а по акции почти вдвое дешевле. Скидка 45 процентов. Мы берем несколько разных товаров по акции, фотографируем ценники и на кассе проверяем, соответствуют ли они реальной стоимости. Профитроли ванильные, те самые скидка, на которые 45 процентов, неожиданно подорожали. 159,91. А вы знаете, на ценнике указано 139,90. Вот, пожалуйста, 139,90. То есть профитроли на 20 процентов дороже, чем указано на прилавке. Однако магазин обязан продать продукт именно по той стоимости, которая написана на ценнике. Цена, указанная на прилавке, является публичной офертой, и она обязательно к исполнению магазином, в котором вы находитесь. Управляющая торговым залом, где мы обнаружили неправильный ценник, соглашается, ошибочка вышла. А почему такая ошибка допущена? Не знаю. Значит, ценники новые не вышли. Если такая бывает, недоразумение, мы разницу возвращаем. Продаем по той ценнику, какую указано на ценнике. Мы просим поменять этикетку сейчас же и не вводить покупателей в заблуждение. Новый ценник распечатывают при нас. И вот он в торговом зале, где и должен быть. И каждый покупатель, заметив подобную ошибку, имеет полное право требовать, чтобы ценники немедленно заменяли. Иначе торговые сети так и будут дурачить нас липовыми скидками и зарабатывать на этом деньги. Ведь все эти оправдания. Акция вчера закончилась. Не успели снять старый ценник. На самом деле отговорки. Все это делается специально, рассказывает бывший сотрудник сетевого магазина Владимир Опальков. С целью, чтобы люди, как бы сказать, были введены в заблуждение, платили дороже, не со скидкой уже. И все эти получали прибыль от этого дополнительную. Владимир Опальков полтора года работал продавцом мясного отдела в супермаркете на юго-западе Москвы. По его словам, в магазине практикуется так называемый прогон просрока. Когда заканчивается срок годности товара, он вынимается из упаковки, выкладывается на лед, продается потребителю в нарезку. На этом видео, которое снимал сам Владимир, холодильная камера магазина. А вот приготовленный для продажи пакет с просрочкой. То, что предназначено мне, товар, подлежащий списанию. Иными словами, просроченный со вчерашнего дня. Владимир считался едва ли не образцовым сотрудником. Но как только наотрез отказался торговать просроченным мясом, все резко изменилось. Я тут же стал из хороших самым плохим. У меня тут же упали оценки, соответственно, зарплата. И, в общем, я стал изгоем. По словам Владимира, в торговой сети установлен строгий лимит утилизации непроданной продукции. Не больше 2%. Поэтому каждый магазин стремится любыми способами продать то, что нужно списывать. От этого уровня списания зависит зарплата администрации напрямую. Не линейного персонала, а именно директора, зама и прочего. Неугодного продавца, который отказался участвовать в этих махинациях, уволили по фиктивной, по его мнению, статье за неоднократное неисполнение трудовых обязанностей. Сейчас он судится с бывшим работодателем и требует восстановления на работе и выплаты компенсации. Вместе с Апальковым мы приходим в тот самый магазин, откуда его уволили. Вот и мясной отдел, где, как утверждает мужчина, почти все с душком. Посмотрите на эту вырезку. Как специалист, я говорю, что она как минимум раз была перестикерована. Она серая уже, посмотрите. Почему мясо продается в таком состоянии? Этот вопрос мы задаем администратору магазина Денису Погорельцеву. Продается у вас просрочка? У нас не продается просрочка. И комментировать я тоже не могу. Это мнение отдельных личностей, а то есть мнение. Мы отправили официальный запрос в центральный офис торговой сети и попросили разъяснить, за что был уволен Владимир Апальков. Ответ мы не получили. Но через несколько дней узнали, что мужчина оказался в больнице. Кто избил бывшего продавца супермаркета, вы узнаете позже. За продажу просроченного товара магазину грозят штрафы до миллиона рублей и даже приостановление деятельности. Тем не менее, торговые сети не стесняются реализовывать испорченные продукты в открытую. Зачем списывать? Неразборчивые горожане и не заметят разницы. Вместе с экспертом потребительского рынка Романом Харлановым мы приходим в супермаркет на юге Москвы. В отделе овощей и фруктов продаются огрызки от абрикосов. Допустим, вот это кто-то, может быть, откусил. Откусили, да. Это должно все убираться. Рядом коробка с мандаринами, которые уже покрылись плесенью. Администратор магазина наше замечание воспринимает в штыки и отказывается убирать прилавка, опасные для здоровья мандарины. Вы продаете нам эти продукты, и мы хотим знать, почему они в таком состоянии. Ну, вы что, не видите? Следы плесени. Следы плесени. Это продукт, это должна быть убрана с прилавка незамедлительно. Грухман, отойди, пожалуйста. Свет, отойдите. Не общаемся. Вот это называется клиента-ориентированный подход. Магазин совершенно не заботится ни о своей репутации, ни о здоровье потребителей. Главное – спихнуть залежалый товар. Здесь мы нашли почти целую корзину продуктов, которые уже подлежат списанию. Жаловаться некому. Все сотрудники разбежались, в том числе и директор по свежести. Вот его рабочее место. Звоним на горячую линию торговой сети. В ящике огромное количество мандарин, больших таких покрытых прям таким слоем плесени. Мы сделали замечание. Сотрудники просто ретировались, ушли, и с нами никто не хочет разговаривать. Да, право, это действительно неприятная ситуация. Через пять минут после звонка на горячую линию сотрудники магазина засуетились. Гнилые продукты спешно убираются. И тут же при нас их списывают. Все списано? Да, все списано уже у нас. Все нету больше. Все списано. Непонятно, почему сотрудники «пятерочки» сразу же этого не сделали. Видимо, как и в магазине, где работал Владимир Апальков, администрация торговой точки требует, чтобы испорченные товары лежали на прилавках до последнего. Ведь чем больше продано неликвида, тем выше зарплата руководства магазина. На товарах фабричного производства хотя бы есть срок годности. Поэтому внимательный покупатель распознает просрочку. А вот в магазине на западе Москвы стоит лоток, где продается выпечка собственного производства. Вроде как с пылу с жару. Но проверить это невозможно. На этикетках нет ни даты производства, ни срока годности. Юрист Залина Каширская и шеф-повар Григорий Малышев говорят, что это грубое нарушение. То есть сколько он здесь лежит, непонятно. Никто не знает, потому что опять-таки мы не можем... Отследите это. Состав продукта даже под микроскопом не видно. Этикетки забрызганы жиром. Где-то их нет вообще. Поэтому о том, из чего же сделаны эти булочки, слойки и хлеб, можно только догадываться. У шеф-повара Григория Малышева внешний вид выпечки не вызывает доверия. Вот, например, лепешка. Написано, что с сыром. Но что-то не похоже. Сыр это мягкий продукт, он растекается. Здесь мы видим, что он просто плавится и он высыхает. Видите, да? Это говорит о том, что это сырный продукт 100%. Выпечка продается в открытом лотке. И даже страшно представить, сколько раз ее трогали руками сотрудники магазина и покупатели. Есть щипцы, но их, кажется, вообще не моют. Могут быть всевозможные болезни, всевозможные заражения, всевозможные микробы. Это очень страшно и очень опасно. Нужно быть предельно внимательным и осторожным. Почему хлеб, товар первой необходимости, реализуется в антисанитарных условиях? Спрашиваем об этом заместителя директора магазина. Кто-то грязными руками трогает, кто-то чихает. Почему никак ничем не прикрыто? Вы знаете, для этого, я понимаю, что это недостаточно, наверное. Но вот и перчатки приложены, и вот чем брать, но каждый уже по своему реагирует. Когда был испечен хлеб и сколько он должен храниться, представитель магазина сказать не может. Можете показать дату производства выпечки? Именно когда, во сколько? Понимаете, это должно быть здесь указано. Почему известная торговая сеть так пренебрежительно относится к закону, который обязывает производителей предоставлять всю информацию о товаре? Скорее всего, дело в том, что штрафы за нарушение невелики. У нас один штраф от 10 до 20 тысяч рублей. Сбыт просроченных продуктов, как говорят сотрудники магазинов, поставлен на поток. А за неповиновение продавцов просто увольняют. Владимир Апальков уверен, он лишился работы как раз за то, что якобы отказался торговать испорченным мясом в столичном супермаркете. Я тут же стал из хороших самым плохим. У меня тут же упали оценки, соответственно, зарплаты. Уже на следующий день после записи этого интервью на 62-летнего Владимира в метро напали двое неизвестных и жестоко избили. Сломали нос и несколько зубов. Пенсионер считает, что там месть бывшего работодателя за излишнюю откровенность. В это время меня душит кто-то, понимаешь, конкретно. И говорит, я как же сказал, а, удавлю тебя, б***ь, просроченный. Кто напал на мужчину, на самом деле выяснят правоохранительные органы. Нарушением санитарных правил грешат не только сетевые магазины, но и столичные рынки. Причем, казалось бы, очень даже приличные. Вот рынок недалеко от центра Москвы. Здесь торгуют арбузами и дынями. Акреализации именно бахчевых культур в законе есть четкие требования. Оказывается, их нельзя продавать частями и с надрезами. Куски и ломтики могут использоваться только как демонстрационный образец. Проверим, знают ли об этом сами продавцы рынка. Скажите, а у вас там что-то? Градский? Сейчас попробую. Это как на пробу, да? Да, я проверю, брат. Нам без проблем продают половинку арбуза за 600 рублей. Спасибо. Купленный арбуз мы показываем специалисту по качеству и безопасности продуктов Айку Геваркиану. На поверхности арбуза очень быстро размножаются микроорганизмы. Мы не видели, каким ножом надрезали, в каких санитарных условиях. Может привести вот это вот микробное обсеменение к отравлению организма. И страдает в первую очередь желудочно-кишечный тракт. Знают ли об этом торговцы? Мы снова идем на рынок, где нам продали половинку арбуза. Вы продавали этот арбуз? Да. А вы знаете, что вы не имеете права продавать половинку арбуза? В соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации торговли. Знаете, что есть документ, СанПИН, которому нужно... А это я не знаю. Насчет документа я вообще ничего не знаю. Мы объясняем продавцу, что незнание законов не освобождает от ответственности. И за продажу арбузов и дынь с надрезами ему грозит штраф до 5000 рублей. Такой арбуз он может привести к отравлению. Потому что здесь уже скапливаются микробы. То есть это опасно для покупателей. Мы возвращаем арбуз и получаем деньги обратно. Однако нет никаких гарантий, что этот же плод продавец не всучит кому-то другому. Подай мне покажу, что такой у нас закон, так нельзя. А он сам бы разберется потом. Администратор рынка уверяет, что это недоразумение. Запрещено продавать половинчатые. Но это Анищенко придумал не мы. Да, конечно. Прямую меру обязательно. Спасибо. Спасибо. Надеемся, это не просто слова. Ведь от того, соблюдают ли торговые точки и санитарные правила, зависит прежде всего наше с вами здоровье. А махинации с ценниками и обвес еще и больно бьют по кошельку. Ловушки на покупателей расставлены едва ли не на каждой полке. Просто мы это не всегда замечаем. Но даже если обман вскрывается, штрафы для крупных компаний с миллиардными доходами просто смешные. Поэтому покупателям нужно держать ухо востро. Проверять и сам продукт, и ценники, и чеки. И тем самым избавить себя от лишних трат. С нечестными способами наживы торговых сетей мы разобрались. Почему же продавцы не боятся нарушать закон? Об этом поговорим с руководителем службы общественного контроля объединения потребителей России Алексеем Старостиным. Алексей, ну как известно, ваши активисты часто ходят в рейды по магазинам. Вот любопытно, как вас там встречают? Как реагируют на ваш визит? Встречают нас по-разному. Крайне редко нас встречают положительно. В основном, конечно, идет один сплошной негатив. Иногда с кулаками встречают, как моих коллег совершенно недавно. Ну, в основном продавцы, конечно, пугаются сначала. Не понимают, кто к нам пришел. Начинаются вопросы задавать. Думают, что контрольные надзорные органы. Хотя еще разочек, просто повторяюсь каждый раз из передачи в передачу, говорю, что мы имеем такие же полномочия, как любые другие граждане нашей необъятной родины. Ну, как вы считаете, в чем причина такого негатива? Ведь вы, как потребители, имеете право задавать вопросы. Однозначно с вами согласен. Значит, здесь просто надо четко понимать, что основная масса наших магазинов работает с нарушениями. И когда мы приходим в магазин, первое, что мы делаем, мы обращаем внимание на действия продавцов. Как показывает практика, продавцы всегда в курсе, где у них что-то не так делается. Совершенно недавно у нас был рейд. Мы пришли в одну из крупных торговых сетей города Москвы. И как только мы вошли, представились, предъявили свое направление на мероприятие общественного контроля, продавцы тут же метнулись к прилавку и начали убирать просроченную продукцию. Ну, вот просто сами себя, извините за выражение, спалили. А теперь давайте посмотрим кадры одного из последних рейдов в магазине. Удали меня вот это, что он так вставал. Да-да, удалим, удалим. Удали? Вызывай, полив. Удали. Дальше. 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 Да, Алексей, ну, честно говоря, видео не для слабонервных. Как вы это прокомментируете? Часто ли такое случается? И опасная профессия, я смотрю. Ну, вы знаете, в Москве, конечно, крайне редки такие случаи, хотя, в принципе, они тоже случаются. В основном, конечно, такие случаи происходят в регионах, потому что не всегда продавцы понимают, еще раз просто повторюсь, что не всегда продавцы понимают, кто к ним пришел. Мы имеем такие же права, как рядовой потребитель спросить документацию на тот или иной товар. А продавец обязан подтвердить, что данный товар безопасен. Поэтому, приходя в магазин, мы стараемся все-таки объяснить причину нашего рейда, попросить, нормально попросить товаросопроводительную документацию предоставить нам. И продавец, в принципе, с вами обязан, еще раз повторюсь, предоставить. По поводу мероприятий и вот данного конкретного случая, что я могу сказать, что когда такая вещь происходит, вот именно такой вариант развития событий, значит, есть продавцу, что скрывать. Алексей, ну, если, допустим, покупатель обнаружил в магазине неправильный ценник, липовую акцию или просроченный товар, что он должен делать? Куда нужно обращаться, чтобы нечестного продавца все-таки наказали? Ну, опять же, здесь ситуация очень интересная развивается. Конечно, как только такую вещь вы обратили внимание, желательно снять этот момент, либо на видео, либо на фотофиксацию сделать и обратиться с заявлением в Роспотребнадзор. Но тут, понимаете, нужно очень аккуратно подходить к этому моменту. С 2017 года, с 1 января, изменился алгоритм подачи жалоб в Роспотребнадзор. Поэтому теперь потребитель обязан сначала обратиться с жалобой к тому юридическому лицу, который его обманул, а только после этого, если юридическое лицо не ответит, только в Роспотребнадзор. Поэтому вы сами прекрасно понимаете абсурдность этой ситуации. Роспотребнадзор имеет право прийти с проверкой только на определенную жалобу, то есть на определенный момент, который вы написали в своем заявлении. И другие какие-то моменты, которые находятся в магазине, он не имеет права рассматривать. Алексей, ну что же делать нам, потребителям, чтобы нас не обманывали, чтобы мы не покупали продукты, от которых можно отравиться? Вы знаете, этот вопрос стоит разделить на два пункта сразу. Первый пункт. Чтобы ни в коем случае не останавливаться, идти до конца, писать в Роспотребнадзор. Чем больше жалоб приходит в Роспотребнадзор, тем быстрее реагирует этот орган. Это раз. Второе. По поводу конкретных людей. Как вы сейчас сказали, что если, допустим, на следующий день опять такое же нарушение, опять вы увидели в магазине. Не молчите. Пишите обязательно. Ни в коем случае не надо кричать, не надо ругаться, на месте не надо махать руками, потому что это ни к чему хорошему не приведет. Фиксация нарушения. И обязательно отправлять письмо в Роспотребнадзор. Роспотребнадзор. Поймите правильно, чем больше мы будем проявлять свою гражданскую позицию, чем чаще вот таких нарушений мы будем выявлять, тем меньше этих нарушений будет. Спасибо, Алексей. У нас в гостях был руководитель службы общественного контроля объединения потребителей России Алексей Старостин. Как мы выяснили, наказать магазины за махинации с ценниками и просрочкой очень сложно. Поэтому нужно быть максимально внимательным, смотреть и дату производства, и срок годности, и чеки, и не позволять себя обманывать. Продолжение следует.